ДП-64 Непря-2. Гранатометный комплекс предназначен для защиты надводных кораблей от атак подводных пловцов на открытых якорных стоянках, внешних рейдах, пунктах базирования, а также для защиты от нападения боевых пловцов морских платформ, гидротехнических сооружений и других важных прибрежных и морских объектов. Гранатомет был разработан в 1980-е годы и в 1990 году принят на вооружение. ДП-64 представляет собой двуствольный 45-мм гранатомет с вертикальным расположением стволов. Он может использоваться с фугасной гранатой FG-45 и сигнальной SG-45. Гранатомет впервые был показан потенциальным покупателем на выставке в 1993 году. Стрельба СДП-64 производится с каждого из стволов по очереди. Для перезарядки гранатомета его казенная часть откидывается вниз, а в стволы закладываются гранаты заранее выставленной глубиной срабатывания взрывателя от 0 до 40 метров. В случае подрыва под водой фугасного боеприпаса FG-45 акустической волной все живое поражается в радиусе 14 метров. Перед выстрелом взрыватель, расположенный в носовой части FG-45, выставляется на нужную глубину срабатывания, после чего подрыв в фугасной части происходит на заданной глубине. В то же время боеприпас SG-45 предназначен для подсветки и обозначения места, в котором были обнаружены вражеские пловцы. В SG-45 используется механический взрыватель контактного типа. При ударе световой гранаты о воду срабатывает вышибной заряд, который выталкивает из SG-45 пиротехнический факел. Факел всплывает на поверхности и горит достаточно ярким красным цветом, освещая все вокруг. Действие сигнальной гранаты составляет 50 секунд. Гранатомет оснащен механическим предохранителем. При включении предохранителя блокируется курок. Флажок предохранителя находится непосредственно перед спусковой скобой. Гранатомет DP-64 оснащен секционным прицелом с шагом деления 50 метров. Установленный на гранатомете прицел позволяет стрелку вести огонь как с закрытых позиций по навесной траектории, так и прямой наводкой. Весь гранатомета не превышает 10 килограммов. Гранатомет DP-64 работает по принципу динамореактивного гранатомета. Основная часть гранатомета состоит из вторых тонкостенных гладких стволов, имеющих длину 600 мм и закрепленных в казеннике, где они скрепляются посередине с помощью прицельной муфты и хомута удульных срезов. Стволы гранатомета запираются при помощи затвора с объемным резиновым затыльником на плечевом упоре. В нижней части блока стволов располагается передняя ручка, которая служит для удержания гранатомета при выстреле, а также задняя ручка со спусковым крючком. В верхней части затвора находятся рычаги взведения и запирания. Прицел «Кватрант» размещен в верхней части прицельной муфты с левой стороны. Гранатомет DP-64 никогда в серийное производство не запускался, но периодически он производился малыми партиями для вооружения корабельных подразделений морской пехоты, экипажей корабельно-катерного состава, некоторых частей ВСО, корабельно-катерного состава морской охраны пограничной службы ФСБ и отрядов ПДСС, противодиверсионных сил и средств. Также данное оружие предлагалось на экспорт, но информации о его продаже за рубеж отсутствует. История создания данного гранатомета берет свое начало еще в 1981 году, когда в ЦКИП поступило соответствующее задание на проведение научно-исследовательских работ. По проекту Непре-2 предстояло разработать два гранатомета, 45-двуствольно-активный гранатомет и 50-активно-реактивный, из которых впоследствии должен был остаться лишь один. К весне 1983 года были созданы макетные образцы гранатометов обоих калибров, 45-мм для стрельбы на дальность до 400 метров, и 50-мм для стрельбы на дальность до 1500 метров. К июню 1983 года они вместе с баллистическими установками были отправлены для проведения испытаний в Севастополь. В ходе проведения данных испытаний было принято решение об остановке работ по 50-мм гранате. Также из конструкции макетных образцов моряки попросили исключить ручку для переноски, которая также выполняла роль прицела при стрельбе прямым выстрелом. Других пожеланий и замечаний у моряков не было. После этого наступила пауза длиной в два года. ЦКИП получила задание на опытно-конструкторские работы по проекту в начале 1985 года. К тому моменту к разработке был утвержден 45-мм двуствольный гранатомет закрытого типа. Была создана эксплуатационная и конструкторская документация на опытные образцы и ряд приспособлений. К примеру, на обрезиненные кронштейны, которые служили для легко съемного закрепления гранатометов на переборках боевых постов, а также других местах, в которых вахтенный матрос или другой член команды, обнаружив, вводя цель, могли мгновенно отстегнуть гранатомет и использовать его по назначению. Вертикальное расположение стволов гранатомета позволило сделать достаточно плоской и очень удобной для ношения за спиной, например, при марш-броске, которые солдаты и матросы должны были совершать в процессе патрулирования водоемов и побережья пешим порядком. Использование ремня АТАКМ при закреплении его на антабках удульных срезов и на корпусе резинового затыльника по оси, проходящей через центр тяжести, показало себя достаточно удачным решением, хотя и потребовало ряда доработок. Позднее один из гранатометов был отправлен в Ленинград на полигон, Ржевка, где были проведены испытания и сделано заключение по энергии отдачи при выстреле и уровню звука. Звук при выстреле гранатомета не требовал защиты в шеестрелка, что было ниже допустимого по техническому заданию значения. Несмотря на то, что фактическая энергия отдачи была выше допустимой по энергометрическим нормам, ведение огня из гранатомета достаточно легко переносилось благодаря реализованной схеме выстрела и наличию плечевого упора с перфорированным резиновым затыльником. Ночные испытания с выходом в море продемонстрировали, что у ДП-64 слабое, не демаскирующее и не ослепляющее дульное пламя. Достаточно интересными получились первые боевые стрельбы из гранатомета, которые косвенно доказывали высокую эффективность его подводного поражающего действия. В начале серии выстрелов, первый же из них с борта корабля практически вертикально в воду сопровождался грохотом такой силы, будто в борт морского водолазного корабля врезался груженый КАМАЗ. После выстрела на палубу сразу же выбежал мичман, который начал кричать, что вы делаете? Вы мне все трубопроводы порвете. После этого испытатели перешли на корму корабля и выстрелили ему под хвост. Опять подводный взрыв сопровождался страшным грохотом и появлением на палубе другого мичмана, который кричал, вы что делаете? Вы мне сальники выбьете. Принимая все это во внимание, профессия боевого пловца в эти моменты не выглядела чем-то привлекательным. Газиспытания гранатомета были начаты в октябре 1988 года в Севастополе. Испытания сопровождались довольно плохой погодой и были по-настоящему боевыми. После нескольких суток бесплодного ожидания морской водолазный корабль вынужден был уйти на плановый ремонт, а испытателям пришлось выходить в море на маленьком плоскодонном опытовом судне. 12 октября, когда начались испытания комплекса в море, волнение моря, по мнению опытных моряков, уже составляло 5 баллов, в то время как неправда могла применяться при волнении моря до 4 баллов. Однако отступать было некуда, и Госкомиссия дала добро на начало испытаний. В этот раз огонь из гранатомета вели неразличные члены комиссии, а пятеро отобранных красно-флотцев все имеющие среднее техническое образование. Во время проведения инструктажа они все схватывали буквально на лету и лишь в начале, надев на шею ремень с увесистым гранатометом, все таки 10 килограммов, вежливо, но достаточно выразительно покряхтели. При этом матросы, отстреляв достаточное количество гранат в условиях сильного волнения моря с качающейся палубы, отметили, что не устали. Тактика боевого использования гранатомета ДП-64 предполагала в случае атаки со стороны моря заряжания одного из стволов сигнальной гранаты СГ-45, которая использовалась для обозначения места цели на водной поверхности, на которой, как известно, нет ориентиров. Сигнальная граната выстреливалась после получения цели указания о дальности и курсе цели. Граната всплывала на поверхности горящим красным факелом, по которому велась стрельба фугасными боеприпасами и ФГ-45, периодически по цели снова выпускались сигнальные гранаты. Факелы из СГ-45 прекрасно горели даже в условиях шторма. По результатам данных испытаний гранатомет Днепря-2 приказом от 4 марта 1990 года был принят на вооружение ВМФ.